В праздничные дни традиционно горячая пора у аниматоров. Самый востребованный персонаж – Дед Мороз. В этом году из-за пандемии коронавируса новогоднему волшебнику пришлось кардинально перекравить графики работы и сценарии. Наш телеканал пообщался с главным праздничным героем и поинтересовался, как он будет работать в новогодние праздники, сколько стоят его услуги и как отличить истинного дедушку от мошенника. Интервью Деда Мороза в следующем сюжете. Открывайте, Дед Мороз! Дед Мороз – везде желанный гость. Аниматор Игорь Непа на слышке знает, как нелегко приходится артисту в последние дни Нового года. Это и детские утренники, и корпоративы, конечно же, визиты в гости к детям. И все это в один день. Визит в гости к детям – это где-то минут 20, так называемый экспресс-поздравление. Ценник разный – от 500 до 2000 рублей в обычные дни. Чем ближе к Новому году, тем, соответственно, цена выше. Корпоратив – это уже другая программа. Обычно нас приглашают рестораторы, сами рестораторы. Здесь все зависит от количества людей, сколько залов. В среднем за зал от 500 до 1000 рублей. Ну, а в новогоднюю ночь ценник возрастает, конечно же, в десятки раз. Однако в этом году график Игоря не такой плотный. Вмешалась пандемия. Родители, то есть заказчики, с осторожностью отнеслись к идее пригласить в гости персонажа. Вообще приглашаем Деда Мороза. Обычно каждый год одного и того же. Приходит, проводит с детьми конкурсы, дети радуются. Да и нам, взрослым, тоже настроение поднимает. Но в этом году не решилась заказывать. Все-таки ситуация непростая, и не хочется рисковать здоровьем. Я бы, наверное, заказала какое-нибудь поздравление онлайн. Современные проблемы, как сейчас говорят, требуют современных решений. Наш герой Дед Мороз Игорь солидарен с этим мнением. Пришлось кардинально перекраивать свой график. Дедушка онлайн как один из вариантов работы. Видеопоздравление сейчас востребовано. Абсолютно все то же самое. Выслушать стихи, пожелать здоровья, слушаться родителей. Все где-то минут 7-10. Можно даже конкурсы провести из серии «Угадай слово», «Букву» или «Жест». Здесь ценник уже, конечно, ниже. 150-500 рублей где-то в этих пределах. Еще вариант – это работа на улице. Есть заказы во двор, чтобы во дворе поиграть. Там уже и детей побольше, и другой ценник. Но здесь, говорит Дедушка Мороз, визит подорожает. Стоит учесть, что наличие «Снегурочки» тоже увеличивает ценник. Чтобы успеть пригласить в гости сказочников, мама и папа начинают резервировать Дедушку аж с ноября. Предлагают за резерв внести определенный процент от суммы. Кто-то 100 рублей, кто-то 500, а кто-то вообще полную предоплату. Честный Дед Мороз предупреждает – никаких предоплат. Оплата только по факту, либо во время онлайн-визита. Ежегодно на удочку нечестных сказочников попадаются доверчивые родители. Переводят за резерв, а потом Дед Мороз волшебным образом исчезает. И новогоднее настроение вместе с ним. Несмотря на пандемию, предложений услуг аниматоров меньше не стало. Даже герои с антителами есть. Только доверие они не внушают. Дед Мороз с антителами. Но это казуистика, конечно, это можно об этом говорить так, утрируя. Но при этом не стоит забывать, что на сегодняшний день эффективными способами профилактики продолжают оставаться использование масок, соблюдение режима дезинфекции рук, использование кожных антисептиков и, конечно же, социальное дистанцирование. Можно находиться на улице, на свежем воздухе, проводить мероприятия, но, опять же, малыми группами. Медики еще раз напоминают, у инфекций каникул нет. И пренебрегать мерами защиты все же не стоит. Ни детям, ни родителям, ни сказочным персонажам.